Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Номер 1086. События дня. Псалум 114, первый стих. Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое. За 6 декабря 2018 года и объявление. Затормозите и просчитайте. Вот, ссирается. Ян Златоуса, сквернословие о Мате. Сергей. Пишет. Спаси Христос, Отец Игнатий. Можно получить от тебя материалы, выступления в интернете, епископа Евтихия, о которых было рассказано в одном из видеороликов «События дня». Ну, я послал. Так. Мир вам. О канонических препятствиях моего возможного служения по воскресным дням в Сето-Покровском храме в селе Екатериновка у партерея Романа Афонина. То есть он спрашивает меня. Это Игнатов Сергей Егорович, Украина, Донецк. И как? Вот, можно, нет, он приглашает меня. Я ему говорю, если у тебя нет препятствий никаких. Я прочитал твой отеческий ответ на мой вопрос об оказании мною помощи отцу Роману, который зовет к себе в храм. Моя совесть и знания нужных в повседневной жизни канонов Церкви говорят об отсутствии у меня препятствий выполнять обязанности, которые, возможно, будут нести у протеерея Романом, который служит также в понедельникам Святого Аваринском приходе на нашей шахте Южно-Донбассской номер один в Святом уголке. Когда-то по благословению нашего владыки, митрополита Илариона, по инициативе директора Владимира, за которого надо молиться, чтобы из его уст не исходили нецензурные слова, на шахте был создан православный приход, а меня назначили его старостой. Священник Роман служение Богу старается отнести добросовестно, соблюдает каноны Церкви, но не все повеления Господа выполняют, о чем я ему говорил. Бороду бреет, свечи парафиновые, которые получают по каналам поставки по указанию благощинного протеерея Игоря. Последнему в июне 2018 года, через настоятельство Свято-Тихоновского прихода в городе Улидаре, протеерея Николая Шипилова, бывшего афганца, я передал прошение владыке Илариона о пересмотре незаконно наложенной на меня эпитиметством Николаем за якобы повторное крещение. Его обвинение о меня носит ложный характер, а, возможно, содержит месть за его обличение в нарушении канонов Церкви, в том числе и в нарушении Пятидесятого апостольского правила о троекратном погружении крещаемого, а также отсутствие должной катехизации лиц, желающих принять крещение и их восприемников. Он, как и многие священники, занимается мощением, а не крещением лиц, желающих принять православную веру. Запрет отца Николая на мое участие в литургии верных в нашем свято-тихоновском приходе я смиренно выполняю, хотя смирения с этим ложным обвинением в душе у меня нет. Терплю и все. Из жития святых отцов я узнал, что даже несправедливые наложенные запреты эпитимеи святыми мужами соблюдались, пока их не отменит священник, который его наложил, или если он не умрет, отвечая пред Господом за свое неправедное злодеяние. Наш владыка Ларион до сих пор никакого ответа мне на мое июньское 2017 года прошение не дал. Да и я и не питаю иллюзий, что он ответит положительно, когда сам нарушает каноны. Рукополагаю священники молодых людей после семинарии до 30 лет. Знает он о нарушениях подотчетными ему иереями, которые содержат епархию, например, невыполнение 50-го апостольского правила прикрещения. Находясь в других приходах, хотя это редко сейчас, я веду себя как не имеющий эпитимии. Из храмов притвор для оглашенных не выхожу. Если мне придется быть в храме в селе Екатериновка у отца Романа и помогать ему в служении, как это делай на шахте, то благочинный отец Игорь может потребовать ответ с него и с меня о том, почему я веду себя так, как будто не нахожусь под эпитимею. За себя я не переживаю. Знаю, что мне ответить, когда священнослужители отступают от выполнения канонов церкви, налагают беззаконной эпитимии, а благочестивые священники, выражаясь мирским языком, исправляют допущенный ими брак, а точнее устраняют последствия небрежного выполнения божьих повелений другого священника. Священник Роман, который меня крестил троекратным погружением после наложения на меня отцом Николаем эпитимии по ложному обвинению во втором крещении, просил не говорить никому, что он внес последнюю лепту в дело моего истинного крещения, начатого в трехлетнем возрасте. До меня об этом пока никто из церковнослужителей не спрашивал. Сегодня в нашей православной церкви на всех уровнях предостаточно лютых волков, вошедших в Христово словесное стадо. Они имеют вид благочестивых церковнослужителей, но судить праведным судом поистине не способны, потому что сами давно отступили от повелений Бога и данных через святых отцов канонов церкви. Поэтому запретить в служении священнику, который ревностно отстаивает чистоту православной веры, они запросто могут. Например, обвинив его в повторном крещении человека, как имевшего истинное крещение, тогда как тот его фактически не имел, а был просто окроплен или полит водой, даже не находясь в стеснительных условиях на ладре болезни, в узах или в плену. Поэтому прошу, отец Игнатий, совета, писать ли мне снова владыке Илариону, митрополиту Донецка-Мариупольскому, УПЦ МП, который пожаловал незаконно отлучившего меня от всех тайн церкви, протеерея Николая Шипилова, Митры, чтобы мне был дан ответ на мое июньское 2018 года к нему прошение об отмене, наложенной на меня эпитемии. Или мне дали смиренно нести пропущенную Господом скорбь, имея в виду, что за свои грехи я эпитемию никогда не имел. А после крещения в июле 2017 года Господь простил все мои содеянные до этого грехи. Ведь Он сам, страдая, будучи незаконно распятым на кресте по промыслу Бога Отца, взял на себя грехи не только всего духовно погибшего человеческого рода, но там же, на Голговском кресте, простил грехи раскаившемуся разбойнику, которому открыл путь в рай, но не освободил от страданий на кресте. Можно ли мне в сложившейся ситуации без нарушения канонов церкви и исповедовательств и причащать со святых христовых тайн, отчуждение от которых не может не причинить православному человеку скорби? Или ждать рассмотрения моего вопроса, владыка Иларионом? Последний раз, уже будучи под незаконной эпитемьей, я причащался на день своего ангела 8 октября 2018 года в городе Магнитогорске. В нашем свято-тихоновском храме в городе Углидарь это сделать невозможно, пока не будет снятая эпитемья, наложенная отцом Николаем, а в другие храмы и монастырь я уже не езжу, кроме как по приглашению на престольный праздник в свято-покровском храме села Екатериновка. На этом пока все. Прошу, отец Игнатий, твоих святых молитв, чтобы быть достойным рабом Божиим и его усыновленным чадом. Низкий поклон тебе и всем ближним. Храни вас всех, Господь. Аминь. Игнатов Сергей, прихожанин свято-тихоновского прихода в городе Углидарь, Донецкой парке, УПЦ МП, 6 декабря 2018 года. Наталья. Господи, помилуй, сколько же этих сект наплодилось и в православие не идут. Страдали бы и трудились в православной церкви. Библию считают, а где церковь апостольская, совсем не видят. До того слепые, все то, что относится к православным христианам, толкует в свою сторону. Дмитрий. И будете ненавидимы всеми за имя мое. Претерпевший до конца спасется. Да, нужно все это перетерпеть и находиться в церкви, так как Христос придет за церковью, а не за сектой. Наталья. И называет разными подменными словами. Стиктанты и еретики, они и есть такие. А в православии-то не хотят, так и живут во грехах без исповеди. И поэтому глухие и слепые. Много будет лжеучителей, сейчас их по всему миру, что уже и сами люди не понимают, а что такое церковь, и где она, и когда возникла. Дмитрий. Да, у 99,9% в России церковь ассоциируется не с Христом, а к каменным зданием патриархом Кириллом. Наталья, что-то похожее на католиков. Патриарх Кирилл выше Христа и Слово Его. Дмитрий, вот-вот. Здесь и Тэ в духе и с ревностью это хорошо показывает. Ну, проповедь моя. В итоге доходит до того, чтобы считать Писание, нужно получить благословение у священника. И Тэ, то есть Игнатий Тихонович верный и метко заметил, что поп заменил с собой отца и сына и святого духа и все учения церкви. А сам народ вообще ничего не знает и не хочет знать. И Тэ прав, что из атеиста с большей вероятностью можно получить человека, рожденного свыше. С чем из патриарших, прихожан, зацикленных на «как священник скажет, так и буду делать». 1 Коринфянам 7, 28. «Будут иметь скорби по плоти, а мне вас жаль». Тут что-то было такое. Я помню этот ролик хорошо, так и есть. Дмитрий, этот видеоролик один из моих любимых. Особенно, когда и Тэ на голубок, на голубков своих отвлекается. Наталья, после таких слов и Тэ, я бы не пошла замуж. И Тэ тут пророческим глазом говорит и ревностным духом о Господе и спасении. Вот что значит духовный отец, который заботится о спасении души. Только не все это ценят и понимают. Дмитрий, мы не знаем, за кого вышла она замуж. Я с Машей Барабаш беседовал. В замужности нет ничего плохого. Просто и Тэ предостерегает от ошибки выйти замуж за лютого волка. Наталья, хороший пример в ролике для всех комментариев. Не смотрела, но посмотрю. Елена Пауэр. Ну, так ее свадьба есть на роликах двух или трех. Ее племянник, муж ее, его, то есть мой. Мой племянник, да. Вот еще пишет. Мир вам, дорогой Игнатий Тихонович. Христос, просиди нас. Поздравляю вас с прошедшим праздником видения. Ну, я буду проводить так вот, останавливать. А вы считайте, кому надо. Затормозите и просчитайте. Весьма большое я буду. Спасибо. вот она дописала екатерина голубева я говорю все прочитала жаль что не даете согласие это письмо включить события дня немалая польза была бы многим молнии то есть на одежде не разорвались повсюду нужно ликвидировать заменить пуговицами или на резинке в охват туго у меня никогда не было молнии и терпеть их не могу это дыра в бюджете и деньги уходят бракоделам ваша экономия это стиль и моей жизни молодец а в ролике ваши можно выставить не прячьтесь польза бывает и там где не ждешь заходите по скайпу чаще всегда важны катерина мир вам дорогой на тех их их простите ради христа но там два ролика выше перевернуты мы не смогли сделать если вы сможете перевернуть или как хотите то выставляете никак я их выбросил только там в роликах я делаю ошибки сама просматривал и заметила но если вы считаете их незначительными то ладно только если можно будет скиньте мне потом комментарии которые будут под роликами а потом уж стирайте если будете что-то стирать а впрочем как будет богу угодно так и поступите да и письмо можете выставить тоже лишь разрешение дала я же не святая в это воскресенье я планирую встречу с людьми ну как бог даст и дальше о себе пишет она батискап вот события вчера это за четверг события кто-то приезжал кто-то гости приезжал тут уж не говорю но показать наш ресурс и вот мой мир очень люблю его считаю лучшим ресурсом среди таких вот как контакты одноклассники фейсбуке twitter даже сравнивать нечего мой мир так его еще тут запк обкармали обрубили но и здесь дальше православный форум игнатия лапкина с 1600 тем канал вот он какой у нас сегодня 11 роликов выставил уже вот буду спрашивать этот ролик вот у меня здесь вчера был с этим человеком с никитой он попросил его убрать убрал его потому что там молодежь это не знаю какая причина тут он побыл и немного всего только один день и две тысячи сто двадцать посещений было там рыбу туалетном сливном бачке как он разводит ну ладно я закрыл да и все и во свете библии православный библейский сайт очень очень хорошие богатый и на этом у нас пока считаю все остальное мы все снимаем с богом